Добрый вечер! Каждый год мы будем собираться в этом, в другом ли зале, ну вот так, с гитарами, с микрофонами, с нашими песнями в сердце, для того, чтобы встретиться вместе и чтобы вспомнить о том, что и в таких далёких краях, как Госта-Рика, живо русское слово. Потому что, давайте обратим такое внимание, есть замечательная такая вещь, у нас русская музыка, даже русский рок, он чем знаменит, он чем известен? Своим текстом, своей наполненностью, потому что мы можем говорить о том, что как прекрасна музыка американского или английского рока, она прекрасна, но мы ценим нашу музыку, наш рок за содержание, за текст. В России всегда слово шло впереди музыки, и поэтому именно у нас родилось это мощнейшее движение, авторская песня. Что такое авторская песня? Это когда человек так сочиняет стихи, что он уже больше не может выдержать, он должен их забить. Правильно? И вот мы вспоминаем сегодня всех композиторов, которые, и поэтов в первую очередь, которые много лет назад, в 70-е, в 60-е, начали петь песни, в 80-е их продолжили. И мы, разъехавшись по разным странам и континентам, мы продолжаем их прекрасное дело. Мы вспоминаем их тексты, мы вспоминаем их музыку, и мы поем вместе с ними. Поэтому сегодня мы открываем наш первый конференц-концерт, я бы назвала это так, потому что я бы хотела, чтобы мы все не просто были здесь зрителями-артистами, а чтобы мы были здесь единым кругом поэтов, исполнителей, слушателей, любителей поэзии, авторского слова, прекрасного русского слова, которое сохраняется в мире, которое сохраняет свои традиции, живет и развивается. Поэтому сегодня мы открываем наш первый конференц-концерт авторской песни «Русская муза в Коста-Рике». И приглашаем открыть этот концерт Ирину Боровин с песней, которую мы сегодня решили петь в основном под гитарой, под пианино, но мы решили, что Ира, чтобы открыть этот торжественный вечер, споет у нас под фонограмм. Прошу. ПЕСНЯ 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 Зовусь печаль свою, отбрось доску свою, Не с этой песней каждый день без твой начни. Всем обездоленным, судьбой обиженным, Ты свои руки, как спасенье, протяни. Ты свои руки, как спасенье, протяни. И агурат, сегиры серпелис, агурат. И агурат, у стенку и десерпелис. И агурат, ласэй консервы эймсус мамас. И агурат, испанте туда тумы грис. И агурат, ласэй консервы эймсус мамас. И агурат, испанте туда тумы грис. Будьте счастливы, друзья. Будьте счастливы каждый день и каждый час. Будьте счастливы и успешны в каждом своем деле. А еще лучше, если свое счастье, Вы разделитесь теми, кому оно необходимо. И оно вернется к вам в нужный. Огромное спасибо. И я надеюсь, Вы понимаете, что у нас сегодня такой импровизированный концерт, что мы можем говорить со сцены все, что нам угодно. Это концерт, который идет от сердца, от души. Но чтобы вернуться немножечко в ту атмосферу, о которой мы говорим, я сюда позову на сцену Митю Орданского. Для того, чтобы мы попробовали начать как бы нашу бардовскую часть концерта, одну из самых знаменитых песен. А стульчик у меня большой несли, да? Такой красивый был большой стульчик. Он там. Вот. Это... Да, недалеко несли, но я скажу. Мы хотим Вам представить одну песню, которая является как бы классикой И эта песня не была написана как авторская. Это был стих изначально. Но именно потому она и хороша. Потому что это стих и песня о поэте. Это то, что Заболотский написал в свое время о Марине Цветаевой. И потом с годами это превратилось вот в такую кухонную песню. И мы попробуем сейчас ее исполнить. Посмотрим, насколько у нас получится. Дети, если Вам совсем не интересно, погуляйте в другом месте. Окей? Конрад, Макс. Готовы? Если я гордо вспомню. Пойду. Сидим. Стираем брачка. А муж пошел за водкой. А на крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. А на крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целедина на таращи Круглые глазенки. А может, кто-нибудь заплачет За грусти в сторонке. А может, кто-нибудь заплачет За грусти в сторонке. А кому сегодня плакать О городе Тарусе? А есть кому сегодня плакать Девочки Марусе? А есть кому сегодня плакать Девочки Марусе? А по спереди Марусе Бедушки на гусы Ходят в роде по Тарусе Господи Иисусе. А ходят в роде по Тарусе Господи Иисусе. А мне такие лея Да такие клылья А полетела прямо в дверь А бросилась в травы мылья А полетела прямо в дверь И бросилась в травы мылья Что там летухи и гусы Почти не голодели А что глаза свои На это вовсе не глядей А что глаза твои На это вовсе не глядей Цветей стирает врачка А муж пошел в завод и На крыльце сидит собачка С маленькой бородой А 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 на крыльце сидит собачка С маленькой бородой Те времена, в которых начинались все эти песни. Поэтому у нас тут кухня, такая обычная кухня. А можно подойти? Непременно. Сейчас буду вызывать по одному, потому что если мы подойдем сейчас все вместе, ну посмотрим. Может быть в следующий раз так не устроено. Во всяком случае, это прекрасная кухня. Я надеюсь, соберет нас всех, чтобы мы вспомнили о своем былом, почему кто, когда вспоминает песни. Поэтому, дорогие исполнители, вы готовьтесь. Я у вас тут еще около этой кухни спрошу, а что это вы вдруг запели? Когда вы спелись, когда спелись, и когда вообще все это началось? Понимаете? И вот на эту кухню я приглашаю доктора Александра Лотарева. Вот сейчас. И хочу задать ему парочку дурацких вопросов. Присаживайся. Тебе водочки или партийно? Я лучше чайку для начала. Ну, тогда вот водички, если бы уже не знаком. Вот чаек у нас сегодня как-то не согрется. Хорошо, спасибо. Слышь водички? Вот, нормально. Ты мне скажи, друг мой, Ты у нас с каких лет стал песню петь? Поздно, достаточно поздно. Начал петь с 20 лет. 20 лет под гитару. До этого в детском саду, в школе, ну, это было, так сказать, в основном по заданию. А от души началось с целью. Ну, вот, видите, когда, кому, как, как приходят. Из чего оно приходилось? Из того, что была большая группа студентов на картошке. И оказалось, что среди этой большой группы студентов нет и одного певца. И, в общем-то, я думаю, если никто не может, я... Почему бы не попробовать? Все равно никто не выиграет, иначе. Я думаю, что в этом месяце слышал только одного меня. Я очень сильно повырос в своих глазах. Делаться им было некуда. Уехать они не могли бы. Ну, хорошо. Давай, хорошо. Пойдем. Спасибо. 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 Ну, объявляем себя сами, да? Договоримся так. Спасибо. Спасибо. Кто что поет, пою ли что-то. Такая песенка, она в «Кус-Рике» очень часто приходит в голову известного автора Аблата Куджавы. Написано было для одного знаменитого фильма. Ваш благородие, госпожа, разлука, А мы с тобой, мы с тобой, родина давно, А вот какая штука. Письмецовка на верте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, повезет в любви. Письмецовка на верте, погоди, не рви. Письмецовка на верте, погоди, не рви. Не везет, не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваш благородие, госпожа, чужбина, Жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне смерти, повезет в любви. В ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне смерти, повезет в любви. О ваших благородие, госпожа, победа. Значь-то моя песенка до конца не спеетом. Перестаньте, черти, коляса, да на корови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, коляса, да на корови. Не везет мне смерти, повезет в любви. И первая песенка до конца не спеет. Я думаю, что никто не попал потом после таких песен. Я только тебя и шучу. Возможно. Круто! Вот. Ком, да! Ну, а вообще, по характеру гораздо веселее, не столь грустно. Поэтому мне всегда нравился Владимир Высоцкий. Одна из его любимых вещей, которая мне нравится. Это дорогая передача. Дорогая передача, во субботу чуть не плача. Вся канатчиковая дача к телевизору рвалась. Вместо в штук поесть помыться, уколоться и забыться. Вся безумная боленница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, красноваль и баламут. Про веселье науки перед тайной уберут. Вся мозги разбил на части, все извилины заблел. И канатчиковые власти колют нам вторую иголку. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд. То тарелками пугают, тескать, подлые летают, То бас собаки лают, то руины говорят. Мы бой в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь не врубер будет, вот террас нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставала. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки еврейни, сиди есть у нас еврейни, И не испортят нам обедни, целые происки ворогов. Это их ходы и черки мутят воду по пруду. Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли, но тут нас. Тут пенчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шаваше. Разрешите полотенца и на веры, изуверцы. Нам пермутно на сердце и пермутно на душу. Сорок душ посменно воют, раскалились до вела. В ухах Симина беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже тот, кто безумен был. И тогда у лаврач Маргулич его телевизор запретил. Вон он змеет в окне маячит, за спиной у штепсель порячит. Будал знак кому-то заначит, фельдшер вырви провода. И что ж нам осталось у колодца и упасть на дно колодца? И там пропасть не колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра. Папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду имени все равно. Мы скажем, удивительное рядом, но запрещено. Он донтист, надомник Рудик, у него приемник Грюдник. Он его ночами крутит, ловит контур ФРГ. Он там был купцом по шмоткам и подвинулся рассудком. Ну а к нам попало вполне не жутко, с растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал с волновым крайнем, сообщением нас потряс. Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо из растрев, весь распался на куски. И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Тех, кто выжил в катакризме, пребывают в бессивизме. Их вчера в стеклянной кризме к нам по лицу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от няни, Что Бермудский многогранник, незакрытый по земле. Что-то было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только отрясся и еще на реке стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щепелся, как еж. Он как над нами издевался, но сумасшедший, что возедешь. Взвился бывший алкоголик, матерщинник и карамонник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся, так и сыпет, треугольника будет выпит. Будь он параллельный пепель, будет кровь, не дырена морж. Польно бьют по нашим душам, голоса за тысячу бель. Мы зря Америку не глушим, ой, зря не дали мы израиль. Всей своей враждебной судью подрывают и вредят. Кормят, поют нас, Бермудю, про таинственный квадрат. Лектора из передачи, те, кто так или иначе. Говорит про неудачи и нервируют народ. Нас берите обреченных, треугольник вас ученых превратит в умалишенных. Ну а нас наоборот. Пусть безумная идея, не рубайте с горяча. А вызывайте нас скорее через гада главврача. С уважением дата, подпись, отвечайте нам. А то, если вы не оцелетесь, мы напишем в спорплату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец! Молодец! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Лука! Супер-круто! Это врач поет, да? Это врач поет, да-да-да-да. Лука! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте, теперь мы пригласим на сцену, будем, пока приглашаем тех, кто поет «Чужие песни». Скоро начнем тех, кто из своей. Сейчас у нас такое вообще тут начнется на этой кухне, ужас просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше приглашаем на сцену Леночку Польфта. АПЛОДИСМЕНТЫ И она нам поет песни, она сама пьяна статью. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С гитарой сегодня, вот, мистер, я же, сегодня она у нас с гитарой. А, нет, вот, вот, вот. Я буду смотреть. У нас, кто стульчик высокий, вот есть высокий. Кто стульчик низкий, может, нет-нет-нет, она с гитарой поет. Стульчик не надо убирать. А, она с гитарой сегодня у нас в том-то и дело. У нас сегодня много сюрпризов сегодня. Мы знакомимся сегодня. Ведь мы живем в одной стране много лет, и при этом мы друг друга не знаем. Мы не знаем, что кто-то из нас пишет песни, пишет стихи, поет песни других авторов. Вот, Леночка, ты с каких лет поешь? Сколько я себя помню, я всегда пела. Вот. Представляете? Я все время пела и пела, а не переставая. Мне мама говорит, вы что-то проигрываете, я же не могу слушать. Вот какие у нас люди есть, понимаете? И училась все-таки в какой школе престижной, да? Нет, я в школе нормальной. Музыкальной. А, в школе нормальной. Да. В музыкальной, как в школе, где другие поступали, поступали. Она раз поступила, вот и даже считает, что... Да подумаешь. Вот у нас какие-то. Поэтому я сейчас предоставляю ей обувление, она сама расскажет, что дальше спадет. На нашей кухне не работают. Я хочу спеть пару песенок Нареллы Матвеевой, если вы помните. Нарелла Матвеева родилась в Ленинграде, но живет всю жизнь в Москве. Отец ее был географ, романтик и путешественник. А мать учитель литературы. Нарелла Матвеевичу жизнь мечтала тоже о дальних путешествиях, но так не загадались, могла выехать из Москвы. Поэтому, когда я пою ее песни, я чувствую, что я частично выполняю ее желания. И вообще я очень много песен ее знаю и все их пою, но сейчас я хочу спеть ей самую знакомую и характерную. Вот передо мною море голубое, плещет волна, волна. Я хочу под ветром яростным плыть, 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 плыть на сумке. Парус нам право, разница мне очень мало, корабли без парусов. Может быть они удобнее и во много бесподобнее. Все равно они подобны, тарим капитаны без усов. Капитаны без усов, усов, словно судно без парусов. А капитаны с усов, словно судно с парусами. В том, клянусь во пшеландами, меграми шоколадными, Льди, моржом и с кемосом, якорем, трапом и тросом. Что обращаюсь на клаве бесчестной, словно крадно родной. Мечта о плавании ты не со мной. Море и небо почернели грозно, парус надут, надут. Говори сюда, сюда, вновь не придут, придут. Я хочу под ветром яростным плыть, 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 плыть на сумке. Капитаны без усов, усов, словно судно без парусов. А капитаны с усами, словно судно с парусами. В том, клянусь вечно юными, рыболовными шхунами. Яхтой, баркасом, бельботом и старичком, бельботом. Старая песенка письмо к Любимой. Это Любимая куда-то уехала очень далеко, и он, значит, что никак не доедет. Так не упоминается именно, куда она уехала, но мне кажется, в Коста-Рику. Потому что парадоксисты коммуниционального характера вы сейчас увидите. Платон вышивая цветной, ни старый, ни новый. Я знаю, как встреча со мной, выныньте готовы. Намерение же свое означу словами. На силам, на мере, я приеду словами. Ох, вот ведь какая судьба! Удивительно злая судьба! Ох, вот ведь какая судьба! Поразительно злая судьба! А, впрочем, извольте, память, дорога ужасна. И вряд ли я буду гонять коленку напрасно. К тому же мой конь семи идёт, как по буквам. И скорости, чтобы сменить, я пешим приду к вам. Ох, вот ведь какая судьба! Удивительно злая судьба! Удивительно злая судьба! Ох, вот ведь какая судьба! А, впрочем, подчинки надеть нельзя без расходу. В них можно стоять и сидеть в любую погоду. Но портить подошвы ходьбой не так по душе мне Я лучше приду бомбасом, так будет дешевле Ох, вот ведь какая судьба Удивительная злая судьба Ох, вот ведь какая судьба Поразительная злая судьба А впрочем не стану скрывать поряд мои пятки К тому же дорога видать опять не в порядке Не скоро, да ладно, приду, устану же скоро Я лучше совсем не приду, прощайте, синьора Ох, вот ведь какая судьба Удивительная злая судьба Ох, вот ведь какая судьба Непростительная злая судьба Я твердила о морях и кораллах Я поесть мечтала суп черепашей Я вступила на корабль, на корабль Оказался из газеты вчерашний Я вступила на корабль, на корабль 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 Я под ножью щекой припадаю И не выросла еще та ромашка На которой я себе погадаю И не выросла еще та ромашка На которой я себе погадаю А весной я в несчастья не верю И копели не боюсь моросящих А весной меняют разные звери Не меняет только солнечный зайчик А весной меняют разные звери Не меняет только солнечный зайчик Спасибо, Леонид Кокрова, просто прекрасно Вот видите, вот так мы знакомимся друг с другом И вспоминаем эти прекрасные песни, которые все мы знаем И мы можем петь их вместе, это просто замечательно Спасибо огромное Давайте еще Она напомнила на нас в вашем доме Такая песня замечательная, просто здоровая А теперь, знаете, я хочу сказать вам Что у нас еще такие сюрпризы Мы будем петь, а еще мы будем читать стихи Я хочу сейчас пригласить одновременно двух поэтов на сцену Иру Боровик и Сережу Крутькову Вот, Сережа, смотрите У нас на нашей кухне сегодня, благодаря Сереже Присаживайся, присаживайся, присаживайся У нас на нашей кухне, благодаря Сереже Сегодня настоящий портвейн из советских времен Почему он действительно из советских времен То есть он уже превратился в такой Иру, хочешь попробовать? Портвейн настоящий советский Какой урху еще-нибудь партийный это как Под fusion Ой, еще серьезней У-у-у-у-у-у-у Такой вкусный такой Да? Вкусный такой У нас такая джазмелция Массандра Можетеifting Очень выдержанная, да? Ничего не реже. Граненая стакана Кстати, вкусная вообще За сегодняшнюю операцию, за музыку и за все. Ты третий будешь? Как же без этого? Ой, как еще прикольно. Ой, ребята, это как раз тот случай, когда третий не вижу. О! А вот, видишь, что у нас есть? Платье! 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 Пока Сережа расслабляется дальше с массандрой, Ира нам почитает стихи. А я пока сбегаю за чаем, посмотрю, потому что, если мы так будем на массандр налегать, никому не останется на фуршет. Ну, договорились. Читает первая Ира Боровик, потом Сережа Куртько. Поэты. Поэты. Стихи, которые сейчас прозвучат, я никогда в жизни не озвучила. Потому что это строки из писем, которые я направляла несколько десятков лет назад любимому человеку. Что человека делает красивым? Что человека делает счастливым? Что заставляет сердце биться учащенно? Смотреть на мир с восторгом восхищенно. Любовь, одна любовь, без края, без предела, за миллионы лет она не посидела. Не столько счастья, света и тепла, но разве жить я без нее смогла? Почему я радостью до краев полна? Почему в душе моей вечная весна? Почему легка мне всякая работа? Почему я делаю все с большой охотой? Почему не стынет, а бушует кровь? Потому что ты со мной верная любовь. Что солнце мне или свет луны, когда со мной рядом ты? Твой взгляд, твой смех и голос нежный. Такой, как раньше, такой, как прежде. И все же кажется порой, что ты не прежний, что ты другой. Еще милее, еще нежнее, еще желаннее и важнее. Тебя ни с одним из людей не сравнить. Ты солнцу, ты буря, ты ветру сродни. Ты ясный и чистый, как горный родник. Ты создан для верной и вечной любви. Тебя безжалостно порой, то все эти бросит, то в капкан. Но я спокойно Богом дан мне драгоценный талисман. Меня не лыбьте с седла, где правда знаю, где обман. Мне в этой жизни повезло, всегда со мной мой талисман. По жизни я иду легко, а если надо, на таран любую стену я пробью. Мне мы поможем талисману. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я, пожалуй, с маленьких лет вечно писал какие-то фразы, четверостища. Так что, когда один из классников сказал, когда ты там начал, что ты помнишь о себе. Можно так сказать, что... С тех пор, как я себя помню, никак не могу себя забыть. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда-то в конце прошлого десятилетия я написал цикл стихов, который назывался «Тробические дали». Это как раз переварение тех всех ощущений, когда я начал жить, приехал сюда, в Центральную Америку, ездил потом по Южной Америке. И больше всего меня пробило, и больше всего написал стихов, начиная с того момента, когда уехал работать в Таламанку, в Индийскую резервацию. И первый стишок, который я написал тогда, приехав в Индийскую резервацию, назывался «Тробические дали». И он, собственно, был требуем в этом цикле стихов, который называется «Тробические дали». Тробические дали меня совсем не ждали. Но главное ведь в том, что я вхожу как в том, в те самые края, где могут съесть меня и сажают на костре с приправой из ЦЦ. Лишь слава пионера останется, и вера в то, что по Гафизу я соскользнув, как по карнизу, перелечу через года пространство, меры навсегда во что-то новое, иное, «Быть может лучшее, благое, чем это нынешнее плоть, куда вогнал меня Господь». Такое, вспоминая, сидя там в Таламанке, абсолютно отторванного книжнего мира, в Киеве еще не было интернета, «Раскидала судьба нас по глобусу, каждый ищет свое в этом мире, и творим мы по-своему опусы наших жизней огнеленных гирей тех часов, что пробил к нам Воксарин, отправляя навеки нас в прошлое, нашу радость и боль, так банально и святое, и пошлое». Вновь вспыхнул заревый умирающий день, скользит растворяясь последняя тень, и небо манит, как янтарная зелья, сверкает в гранит запрошенной кельи, в вымершем городе вечный покой, лишь ветер колышет деревья порлы, теряется ясность на грани миров, проекции в плоскость всех наших оков. на фоне вулкана, руины Помпей, модель обмана для будущих дней. Написано давно, тоже в 90-е годы, но актуально до сих пор, потому что назвал я стих «Наше время». И оно так и продолжается, и еще больше оно продолжает быть «Наше время». Время вперед, ускоряется шина, но кто-то орет «Стоп, машина». Каждых три метра, палков колеса, гранью периметра, срываюсь с утеса, светофор ясный, режет, как лопасть, свобода на красный, зеленый, пропасть, вечный разбег, прыжок не дается, предел напряжения, сердце рвется, борьба с инерцией сдвинуться с места, заряд с потенцией силы протеста. Иду ва-банк, паник пропал, и горит мой танк, кругом напал, ухажер битый, живым из огня, сахлим из воды, поймай меня! Готово, обново, на новый бой. Когда же снова вижусь такой? Усталость валит, смыкаются веки, душа из моря отлетает на веки. Немножко другой стишок. Значит, я его посвятил своему другу. Он с топом работает на круизерах, которые сейчас гоняют через океаны, Андрею Гарифулину. Называется он, я его написал, собственно, когда ехал на работу на автобусе по дороге в Лимон. Я в те времена работал в госпитале в Лимоне уже. Вот снова мчусь я на колесах, не виден путнику конец. Я вспоминаю о матросах, что загружают в трюм сыренец. Скучно погрузка и проста, А села судно до предела, И крыса с носа до хвоста Дрожит, и публик не горела. С торгомом тяжко на душе. Примеры приметы врут на море редко, И он полритросил уже. И вспоминал свою соседку, Ту, что торгует в гастрономии, Прилавок бюстом натирая, Со взглядом свойственным горгоне, На окружающих зирая. Как каменел каждый раз, К ней приближаясь за покупкой, И пил разряд из глаза в глаз. О, как хотел он ее! Жутко! Но краток отпуск моряка, Да и рабел он перед нею, И даже выпив коньяка, Так и не писказом краснея. Теперь скрипут на сердце кошки, Боль невозможности исправить, Судьбы протоптанной дорожки Противоружений перестали. Ничем не выражено чувство, А потому сто раз сильнее, И гнито тяжестный, и пустый, Лишь только память все вернее. Уйдет старпом в далекий рейс, Свинец в душе его и в трюме, И, как надеждою не гресть, Часы пробьют по старой шхуне. Насчет принят, так вы уже слыхали. Старпом уплыл к русалкам навсегда, В порту последнем крысы убегали, А он смотрел пространно в никуда. В водородь его потоком затянул, Когда корабль ушел бинтом на дно. Никто его в тот день не помянул, На суше он забыт уже давно. Автобус мой дымя пончал, Бросаю фразу я шоферу, Шагаю к мою на причал таможней, Минуя контору, Глядя в безбрежный океан, Вновь вспоминаю о Старпоме, О том, как выбор в жизни дан, О пышной даме в гастрономе, И понимаю, что сгораю, Как очень дальняя звезда, Лишь силой чувства Продолжаю светить на долгие годы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот смотрите, как интересно, да? Давайте еще скажем. Спасибо. Потому что все знают что. Дух-то крут-то, да? А вы знали, что он при этом вот такой поэт? Нет. Понимаете, как мы знакомимся друг с другом? До чего нам нужны такие знакомства? Это так потрясающе. Потому что, ну, доктор Сережа, Да все знают. Доктор Крутко, вот такой суровый человек. А что он такой поэт? И такой тонкий, и такой ироничный. Вот. Это очень приятные иногда Такие неожиданности. И я надеюсь, что вы получили Такое же удовольствие, как я слушаю его. И давайте дальше продолжим немножко еще музыки. И я приглашаю на эту кухню Митику Орданского. Дмитрий Орданский. Который сочиняет собственные песни И поет чужие. Посмотрим, что он захочет изобразить нам сегодня. Дмитрий Евгеньевич, ну я знаю, Человек такой не очень скромный. А если я вам предложу водки портфельные, Вы чего выберете? Это другой может быть слева. Я не могу. Хорошо. Я с удовольствием могу еще у вас водой теперь. Оставь! У нас оставь. Ну для храбости так. А что ты паракет? За музыку? За искусство? За звуки. Ну, как искусство? Ага. Свою гитару найдешь после этого? Это новый гитар поставили. Это была его. Он знал. Там он ее... Дмитрий Евгеньевич, а с каких годиков поете песни? Расскажите. Я пойму. С 25-ти годиков. Да? Ну, хорошо. Ну вот, пожалуйста. Хотите стоять, хотите сидеть. У меня струны вчера ползут. Хочу. Да, прошу. Про еще. Ну, вас сначала послушаем. Давайте просто выпьем, а не будем у нас слушать. Ну что, сначала свое или что? Сначала, наверное, свое я разогрел. На самом деле, я маленькую поправку внесу просто, чтобы сразу не произошла какая-то ясность отношения к меня. У меня многие здесь знают, другие не знают, а мы к лучшему. Не для меня, а для нас. Пою я не с 25-ти лет, пою я гораздо раньше, но совсем недавно выяснилось, что это я так считал, что я пою. На самом деле, пением это все назвать, оказывается, нельзя. И все, что я сейчас делаю, это учусь петь. А что я пою, с этого угодно. Вот это честно. Песня, которую я хотел бы вам спеть, она была написана здесь, через 10 лет, скажем, нашей вынужденной эмиграции. И я знаю, что мы все тут по разным поводам и по разным судьям собрались. И думаю, что мой повод, по которому была написана эта песня, она хотя бы двум-трем людям окажется созвучной. Это все, что мне надо. Мы же не можем быть хорошими для миллионов людей. Если один в зале что-то родное почувствует, ну, собственно, уже для этого и песня была написана. И вот. Вот. Город мой такой умытый, родниковой водой. Колокольный звон разлитый, Под рубиновой звездой. Я любил тебя, наверное, Хоть забыть нельзя, поверь, Как ты медленно, но верно Закрывал за мной дверь. И сказал я тогда ему, Поминал тебе слова злых, Никогда тебя не забуду. Но и ты, чтоб меня не забыли, Никогда тебя не забуду. Но и ты, чтоб меня не забыли. Под грезда моим взлетела, В небе алая звезда. Мне с трудом хватило силы, Чтоб выпасть из грезда. И самолет росли от моря Под серебряным крылом. И увезет меня на бой В Алексий, на рыбный дом. Не подъема будок не слышен, Не приходит за мной какой. Только ливень шумит по крышам, Там по грязце пойма с тобой. Там придумывают снова То, что мир забыл давно. По-другому лодки строят, Не умеют пить вино. Ходят море на рассвете, Ходят в пармовальстве. Обижаются, как дети, Пойманы на воровстве. Но зато не бьются там бои, И бараков с вышками нет. Только я один заключённый С перепиской на десять лет. Десять лет моя вся не пелась, Не гулялась под луной. Десять лет мне так хотелось Вновь вернуться в город мой. Перелками шататься, По подъездам водку пить, На Калининский ворваться И по горько попройтись. А когда я взял-довернулся, Белый снег меня загружил. Только город мой не проснулся, Не дождался меня, не дожил. Только город мой не проснулся, Не дождался меня, не дожил. С врачом мне так мечталось, Замело пропал след. Улиц детства не осталось, И бульваров тоже нет. И самолёт раскинет море Под серебряным крылом, И вернёт меня на воду В апельсиновый мой дом. Где не водится птиц перелётный, Снег не падает на Рождество, Где забытый, а вечно залётный, Ветер в створках от твоего. Ветер в створках окна твоего, Ветер в створках окна твоего. Действительно, автор и исполнителя на сцене, Потому что уже наши поэты, да, вот нам прочитали стихи, Теперь мы видим нашего барна. Вот, оказывается, Коста-Рика порождает такие строки. Ну, спасибо, ведь споёшь нам что-нибудь ещё? Строки порождаю я, а она провоцирует меня. Я с удовольствием возьму просто тайм-ап, Потому что надо разобраться с этой штукой. А ты сядь, вот это очень удобно. А сидя Гуген говорит не то, да? Да ладно. А ей очень интересно. Вы только ему не говорите, что я себе это говорю. Или ты провоцируешь это самое? Я провоцирую. На очередную... Нет, ну что ж. Нет, я ж поэтически не пью, что ж. Другая песенка, это будет такая сказка. Сказка? Русская сказка? Да. Да, за успех. Там, где брутый ткут учёный, По цепи позолотой, Тёмной леской стеной, Под нечистой землёй. А в лесу глубокий год Ни начало, ни конца. В этом пути русалка Поджета молодца. ПЕСНЯ 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 Что для дынче на сердце выпала любовь, если не получится, погадаешь вновь. Я говорю, Дольского. Прекраска тоже прекрасна, но его песня. Очень хорошая сказочная песенка у Дольского. Она называется Алёнушка. Я всегда её любил в детстве за какую-то, такую, именно русскую мелодику, как будто сказочную. А тут, тем более, она стала мне близка. Я нашёл какие-то новые мотивы в его поэзии в этой песенке. Сейчас я попробую её спеть, а вы попробуйте её высушить. Алёнушка 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 Рассказывай, рассказывай, рассказывай. Алёнушка 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 Ах, Алёнушка 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 Ах, 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 ты сказку мне, Алёнушка, Рассказывай, рассказывай о тридесятых странах Чтоб все в родной стороне всю жизнь я слушать стану Тебя, моя халенка, всю жизнь я слушать стану Тебя, моя халенка, над озерами и мы Кончаются, кончаются, а песни для кубинных Боются, не кончаются, а песни для кубинных Боются, не кончаются, боются, не кончаются Огромное спасибо, это очень приятно Так можно вдруг неожиданно узнать Так много друг о друге Я надеюсь, что я помогу пригласить на сцену Наших новых, но очень близких друзей Юлию Кулакова, нашего матушка православного прихода Который замечательный человек и филолог, и писатель, и поэт в душе И который сегодня согласился почитать нам тоже немножечко Из своих произведений Поэтому видите, каких прекрасных людей мы сегодня принимаем на этой сцене Благодарю за такой прием Я хочу прочитать один свой рассказ При публикации редактором он был назван «Ангел в деревне» Но мое же, скажем, рабочее название, и которое мне ближе к сердцу здесь, этого рассказа Босиком Дело в том, что это реальная история Она произошла, наверное, лет 15 назад Но такие вещи не забываются и очень сильно заставляют задуматься Концерт на берегу Волги, разгоряченным летним вечером Исполнителей почти не слышно Целый берег поет вместе с ними А наша компания и вовсе стоит по коленам в воде Джинсы вымокли насквозь Когда были зима, они еще долго будут собирать на себя весь песок И заставлять нас спотыкаться Мы отделяемся от компании Мы — это я, мой будущий муж и его только закончивший школу младший брат Концерт закончен Большая часть народа вокруг озадачивается бутылками с пивом А мы, прогулявшись еще пару раз туда-сюда, решаем отправиться домой Время уже позднее На последний трамвай огромная толпа народа И мы решаемся идти через полгорода пешком Идем, как всегда, болтаем, перебивая друг друга Пока не обсудим всех музыкантов Все пересмотренные фильмы и перечитанные книги не успокоятся Минут через десять разговариваем уже одними цитатами Так смешнее, да и понимаем мы друг друга с полуслова Ждущие трамваи уже буквально перекрыли улицу Сворачиваем к ближайшему переулку, там безлюдно Ветер с реки уже не такой теплый, даже ноги подмерзают Простите, вдруг раздался за спиной негромкий нежный голос Мы обернулись Перед нами стояла молодая женщина Поэт на нашем месте достал бы блокнот и принялся бы строчить стихи Любитель модной мистики завертел бы головой в поисках признаков пересечения миру Но мы были просто трое уставших молодых людей С достаточно неформальными взглядами на жизнь И в широту этих взглядов вполне вписывалось то, что невероятно красивая Какой-то непростой красотой женщина стоит в непонятном белом полупрозрачном одеянии Босиком на улице городского центра и будто светится изнутри Ее белые волосы развивались по ветру и тоже будто светились Если бы у нее оказались крылья, мы даже не удивились Лицо ее было в крупных блестящих лучах сказочного золотого заката с лизинками И она улыбалась нам сквозь эти слезы Что с вами, чем помочь, кинулись мы Мне нужно добраться до деревни, спокойно сказала она Как будто это обычное дело, стоять босиком посреди темнеющего города Для того, чтобы попасть в какую-то безымянную деревню Если за Волгу Вам рождественно, так это на переправу надо Начали мы с удовольствием вспоминать, где поближе к деревне Хорошо, хорошо, спасибо вам, вдруг откликнулась незнакомка И радостно закивала, прощаясь Все хорошо Мы пожали плечами и двинулся в своясь Пройдя немного вздрогнули И что? Мы ее вот так бросим, такую странную, посреди улицы Обернулись, но улица была пустая Молча переглянувшись, мы пошли дальше Странная встреча, очень странная встреча Пормотала изрезка кто-нибудь из нас и всех передергивала неприятным холодком Двигались мы причем в совершенно непонятном маршруте По тем улицам и переулкам, по которым вроде бы и не собирались Чего мы здесь идем? Темно, куча пьяных, ворчала Яна, тоже шла Оглядывалась пустырь, кусты И этом рядом с шоссе, до которого мы почти добрались И почему здесь ничего не построят? Срубили бы кустарник этот, то мало ли кто там прячется И вдруг спутники мои остановились, как по команде И свернули структуар на пустырь Я была запротестовала, но тут же будто что-то развернуло меня и повело туда же Ребята позже признаются, что им послышалось, будто их зовет их приятель И даже не задумавшись, что бы он мог здесь в чужом районе делать в этот час, пошли Мы сделали еще несколько шагов И вдруг прямо из кустов жутким криком выбежала девушка В белом костюме, с длинными светлыми растрепанными волосами, заплаканная «Спасите!» Через дорогу быстро крикнул Ловкой Мы вчетвером рванули через шоссе, не глядя на светофор «Сколько их с оружием? Они на машине?» — спросила набегу я «Один!» — выдохнула она «Ну, тогда можно не бежать, не рискнет» И мы остановились Я накинула ей на плечи свою джинсовую куртку И мы медленно пошли вдоль дороги Катя, так звали нашу новую знакомую, рассказала о происшествии С тех пор, как преступник напал на нее и сел и уволок на пустырь Никто не проходил по улице, а попытаться вырваться или звонить на помощь, когда поблизости никого она боялась «Вы первые, вы первые, кто здесь прошел!» — говорила она «Мы тебя проводим, а тебе, собственно, куда?» — спросили мы «В деревню», — уверенно заявила Катя Мы встали, как вкопанные «Куда?» «Ну, в Питнарик, 15-й микрорайон, вы что, не знаете, что его деревней называют?» «Еще и землячка!» — засмеялись мы Через минуту выяснилось, что она все эти годы была в соседнем доме И училась на класс влашевовке в его школе Примерно в четвертом часу утра мы были на месте Добрались без происшествий, на всякий случай обменялись телефонами И пошли по домам отдыхать с впечатлением Идут годы, многое меняется Как ни разу и не позвонила нам землячка Катя Превратился из выпускника школы в солидного представителя солидной фирмы Вовка И мы с мужем давно переживаем совсем другие приключения И редко-редко появляемся в Питнарике у родных Пустырь давно не пустырь, и на его месте уже давно вырос храм Историю эту поначалу мы рассказывали с нестареющим изумлением Всем знакомым и незнакомым Потом как-то все забылось, и только однажды мужнино, а помнишь, восстановила в памяти это странное событие Я открыла предпословие коммун ангел-хранителя Сколько раз я открывала его к необходимости, как правило И ни разу не задумывала, а где ты сейчас, мой ангел-хранитель Под каким небом блестят твои слезы обо мне По каким дорогам ходишь ты босиком Чтобы направить кого-то вовремя на помощь своей не по возрасту не смышленой подопечной И сколько, сколько ангелов сейчас рядом с нами не спит Когда молодые бегут по вечерам за приключениями А те, что старше, глядят в бессонные ночи куда-то в потолок Не желая верить, что что-то еще можно изменить Наверное, только дети могут различить в виде городского шума Шелест ваших незримых клюв АПЛОДИСМЕНТЫ